друзья всем привет вчера буквально сразу же под насыпали а как же компрессор я не забыл про компрессор просто компрессор это отдельная такая масштабная тема которую хотелось бы рассмотреть поэтому сейчас чуть-чуть порисуем чуть-чуть расскажу свое мнение о том какой я предпочитаю компрессор выбирать что примерно продается на рынке и так далее компрессоров на рынке выбор огромнейший также есть фирменные также есть китайцы у меня работали китайцы они были куплены давненько довольно таки давненько работали в принципе без проблем но у меня было два компрессора один с прямым приводом другой с временным приводом почему два было куплено потому что мне не хватало воздуха для работы с китайским опять же пистолетом сейчас буду чертить что такое прямой привод что такой временной привод чуть-чуть расскажу об их преимуществах и потом рассмотрим то какой бы я себе компрессор выбрал на будущее значит прямой привод это компрессор у которого все компрессора в принципе выглядит одинаково давайте так есть баллон это ресивер на есть мотор на моторе прямой привод выглядит таким образом то есть на валу мотора сразу стоит коленвал блока компрессорного именно блока как правило на прямом приводе для нас нужны двухпоршневые компрессора чтобы по производительности они были более менее адекватны это прямой привод то есть частота вращения мотора соответствует частоте вращения коленчатого вала такие компрессора как правило более производительные нежели ременные но они более нагружены потому что имеют большую частоту оборотов относительно ременных соответственно срок службы у них ниже они больше греются они требуют к себе большего внимания в обслуживании также здесь вот здесь уровень в этих компрессорах поршневых всегда всегда масло внизу это у всех уровень туда окунаются шатуны и методом разбрызгивания смазывают юбки поршней которые работают здесь в цилиндрах также верху устройство примерно вверху в клапанной крышке стоит две мембраны одна на впуск другая на выпуск и они открыванием закрыванием захлопыванием перепускают у нас воздух это все требует обслуживанию это все требует ремонта как в принципе любой трущийся механизм принцип ременного то есть такой же ресивер объем ресивера зависит от производительности так делают на рынке то есть эти 10 литровые ресивера стоят но на компрессорах с производительностью до 500 литров как правило 100 литровые ресивера стоят на производительности уже от 450 и в гору туда вплоть до 1000 литров в минуту 100 ну там 120 литров туда-сюда зависит от производителя опять же ременной как выглядит у нас отдельно стоит компрессорный блок как бы вот так изобразить ну примерно условно это у нас рубашки охлаждения компрессор они могут сдвоенной головой быть могут отдельно головы стоять это неважно здесь на оси коленчатого вала стоит большой вентилятор он же шкив то есть вентилятор когда крутится он обдувает рубашку охлаждения здесь рубашку охлаждения обдувает вентилятор который охлаждает и мотор то есть где то здесь или здесь стоит вентилятор который продувает все в одном направлении сюда уже воздух выходит здесь у мотора что Это у нас мотор вид спереди. Здесь шкив, здесь ремень. У мотора свой вентилятор, у компрессорного блока свой вентилятор. Такие моторы меньше нагружены, чем здесь. У них будет чуть-чуть ниже мощность за счет передаточного отношения. И вращение на коленчатом вале здесь будет меньше. Соответственно, меньше нагружен компрессорный сам блок. Но такие компрессоры при одной и той же мощности мотора дают меньшую производительность воздуха процентов на 20-30%. Потому что здесь 3-х киловаттный мотор, примерно рыночный, возьмем такие, которые китайцы стоят, выдает на входе, обращу внимание, что на входе в компрессор воздух расход 400-480 литров в минуту. Тоже туда-сюда колеблется, это 3-х киловаттный мотор. Здесь 3-х киловаттный мотор даст где-то 360 литров в минуту. Но этот компрессор проработает в теории, ну не скажу прям в два раза больше, но намного дольше, чем этот компрессор, не требует к себе обслуживания. Просто проверяем уровень масла, и раз там сколько часов написано по инструкции, меняем это масло. Оно может быть чистым, но оно свой ресурс уже отработало. То есть такие компрессора с мощностью где-то примерно 3 киловатта выдают, ну реальных на выходе, где-то, ну возьмем в потолке 400 литров на минуту. То есть литров в минуту не больше, такие компрессоры больше не выдадут. Далее у нас идут уже с более мощными моторами, как правило, не два поршня, а уже три поршня. То есть голова выглядит, ну вот так красиво нарисуем, да, здесь у нас ось вентилятора, и башка выглядит вот так вот у компрессора, вот красиво. Рубашечки охлаждения, они между собой соединены обязательно трубками, здесь трубка на выход, здесь у каждого свой фильтр стоит воздушный, на каждый цилиндр свой фильтр. Это уже трехпоршневые компрессора, у них также отдельно стоит мотор. Я не видел трехпоршневых компрессоров прямого типа, потому что они уже все-таки потребляют на себя больше мощности. Им невысокие обороты нужны, поэтому мотор всегда стоит отдельно, и через ремень, так же как здесь, передается вращение. При мощности моторов, примерно, когда покупаете 5 киловатт, такой трехпоршневой компрессор будет выдавать под 900 литров в минуту, реальных выдавать. То есть на нем будет написано 1000, но 1000 он не даст, 900 он выдаст по-любому. Такого компрессора уже хватит полноценно, чтобы работать любым типом инструмента пневматического, вплоть до молотков, зубил и так далее. То есть этот компрессор уже нормально обеспечивает, ну, на два человека, так, средние работы. То есть такой компрессор стоит, на него потратится. Цена таких компрессоров с мощностью 5 киловатт, пример коллегбиса на рынке, опять же, примера, смотря что, покупать 1000 евро и выше. Есть много фирм, допустим, у китайцев, это фирма Форта, Интертул, все эти компрессоры работающие, но насколько долго относительно той же Ремезы, Ремеза это белорусская компания, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, по-моему, и она реально работает хорошо, потому что с итальянцами они, что Ремеза, что итальянец, берешь они вообще одинаковые. То есть разные таблички на них наклеены, глинобиты, но они абсолютно одинаковые. И Ремеза реально стоит денег, так же, как и итальянец. Ремеза очень хорошая компрессора, стоит брать. Идем дальше. Еще есть, не сказать, что прям один тип компрессора, но я сейчас его чуть-чуть о нем расскажу, он гораздо дороже, но это уже более промышленные, хотя есть маломощные компрессоры. Такие компрессоры, которые называются шнековые, либо же винтовые, в простонародье. Что он из себя представляет? Электромотор, ну это понятно, что он крутит. Там есть прямого, опять же, действия, есть через шкив, который вращает внутри компрессорного блока, стоят две оси, на которых у нас расположены винты, которые вращаются навстречу друг другу, находясь в одном корпусе, но имея между собой небольшое разделение с разным, ну там надо, если интересно, посмотрите, я чуть-чуть фотографии повставляю, как выглядит этот шнековый узел. У него разные чуть-чуть полости, и он захватывая вращением, когда он вращается, захватывает воздух, продавливает через шнеки, и на выход уже дает под очень большим давлением, очень большой объем воздуха. Эти компрессора могут сжимать воздух до 20 атмосфер, это то, что мы видим на рынке, те компрессоры, которые покупают, то есть 20 атмосфер он дает спокойно. И с той же мощностью в 3 киловатта, я буквально вот-вот посмотрел, производительность такого компрессора стартует, только начиная стартовать, от 500 литров в минуту, то есть меньше чем 500 он не даст, но додавит его до 20. Эти компрессора, ну, десяточку могут выдавить, и то это уже их пик предел, потому что они на это уже не рассчитаны, они все отключаются в пределах 8. То есть тут при 3 киловаттах мы реально получаем 400 литров в минуту, тут при 3 киловаттах от 500 и погнали выше. Самые простые шнековые имеют у себя 2 шнека внутри, то есть 2 винта, более совершенные имеют уже в одной плоскости 4 винта, у них производительность при той же мощности повышается на 15%, цена разнится от процентов где-то на 20. То есть экономия электричества мы получаем больше воздуха. Но он, конечно, само собой, чуть-чуть дороже. Какое преимущество между вот этими компрессорами друг перед другом? Шнековые компрессора, они сейчас все современные безмасленные, но безмасленные в зоне работы с сжатием воздуха, то есть туда не попадает масло, в отличие от этих компрессоров. Масло в этих компрессорах присутствует для смазки трущихся вот здесь, вот механизмов и элементов. Экономия по электричеству относительно этих в пределах 30%, то есть при тех же мощностях выдача воздуха больше, КПД, само собой, выше от этого, или поэтому выдача воздуха больше, потому что КПД выше. Они более надежны относительно этих. Здесь нет такого количества клапанов, мембран, которые снижают нам надежность в работе, поэтому эти компрессора реально дольше служат и работают. Эти компрессора реально используются на всех промышленных предприятиях, на любых крупных станциях используются шнековые, потому что поршневые просто не выдают нужный объем с нужной скоростью, и шнековые компрессоры, они могут работать без остановки гораздо дольше, нежели обычный поршневой, потому что здесь трение не настолько высокое и не настолько он сильно прогревается. В гараж покупать, стоит ли такое или не стоит, это дело каждого. Самый простой, новый шнековый компрессор, я сейчас посмотрел, стоит 2000 долларов. Это реально то, что сейчас есть на рынке. Это будет 3-х киловаттник, он будет давать от 500 литров, то есть от 500 где-то до 600 литров в минуту. По производительности его можно мучить сколько угодно, его можно включить и не выключать, если у вас реально мощное оборудование, и нужно, чтобы он вам давал такой объем воздуха. Такой компрессор сможет давать для пескоструйных работ просто офигенное давление, потому что все знают, что на пескоструй чем больше давление дашь, тем выше продуктивность работы. Но цена. Цена, то есть вот... То есть если такой мы можем купить, который будет давать примерно 900 литров в минуту за 1000 евро, то такой, который будет давать, ну опять же, примерно возьмем, чтобы никого не обижать, 550 литров в минуту у нас будет стоить 2000 евро. Этот компрессор еще чем лучше относительно этого. У него нету прямой смазки, камеры сжатия, то есть не попадает масло напрямую туда. У нас воздух не будет загрязнен маслом, в отличие от этих компрессоров. Здесь масло в любом случае, оно так разработано, чтобы смазывало юбку поршня, которая у нас ходит по камере, в которой сжимается воздух и потом нам отдается. Там в любом случае есть вот эти вот мельчайшие пары масла. Да, его потом можно очистить. Дешевле получится, конечно, купить такой компрессор и поставить систему очистки. Но если планировать на перспективу, то я бы, конечно, выбирал уже вот такого вот рода компрессор. По поводу фирм, скажу сразу. Я работал на китайцах. Я ими работал, никаких, в принципе, бед не знал. Но я иногда делал ревизию. Где-то раз в году я делал ревизию, я снимал головы, я очистил лепестки, я смотрел, может, где-то прокладки поменять. Собирал все на место, менял масло. И у меня компрессора работали, меня они, в принципе, не тревожили. Один компрессор у меня был с прямым приводом Форте, FL-V50, по-моему. Другой компрессор у меня был с ременным приводом, тоже Фортовский. У него производительность на борту было написано 360 на входе. То есть на выходе где-то 300-320, не больше. Двух компрессоров мне хватало с головой. Реально потребностей больше у меня не было, но лучше купить один трехпоршневой. По цене получается одно и то же, что купить два маленьких, что купить один большой. Но два маленьких надо где-то размещать, они место больше занимают. Один большой проще куда-то засунуть. По поводу питания. От 220 один большой 5-киловаттник будет запускаться очень тяжело, поэтому сеть надо рассчитывать 380. По-любому под такую вещь. Если у вас сеть слабая, как у меня, допустим, было, у меня 220 только было, я работал, в принципе, более или менее терпимо, хотя хотелось, конечно, 380. Я ставил себе стабилизатор напряжения на 10 киловатт только для компрессоров. И делал их пуск таким образом. Сначала запускается с прямым приводом, потому что он более мощный, потом следом при падении чуть-чуть давления запускался с ременным приводом, когда этот уже включен. И все работало терпимо, всем всего хватало. Момент по поводу ресиверов. Стоит ли ставить дополнительные ресиверы, если слабый компрессор? Если у вас компрессор производит вам воздуха там 240 литров в минуту, и вы планируете, что поставив ему 10 баллонов по 50 литров, вы что-то выиграете, вы выиграете лишь запас по времени, пока у вас давление в баллонах от 8 атмосфер не упадет там до 4. Да, это время чуть-чуть, конечно, вам дает запас, но ваш компрессор физически не может успевать докачивать до нужного давления. Поэтому реально вам хватит на два элемента. Откраситься, опять же, смотря каким пистолетом, и дальше вы просто упираетесь в тупик. Вам не хватает воздуха. У меня стояли два компрессора, у каждого из них по 50 литров баллон. Больше ресиверов у меня не было. И реально надобности у них тоже не было. Можно, конечно, для запаса там какого-то воздуха небольшого еще поставить там на 50, ну, пускай на 100 литров один ресивер. Но сильно на это чуть заморачиваться, я считаю, не стоит. Производитель примерно рассчитывает объем ресивера для того, чтобы компрессор работал нормально. То есть, в тепловом своем зазоре, режиме. Потому что все время, чтобы молотил компрессор, он у вас просто ляжет. И он сразу начнет плеваться вам маслом. И вы это заметите. Компрессор, есть у них свои нормы по времени работы. То есть, он, к примеру, работает там 20 минут, потом он полчаса должен стоять, потому что бошки должны остыть. У более совершенных компрессоров есть специальный охладитель, который позволяет, не помню, честно, как там схема, я не стал уникать, она довольно-таки сложная. Короче, он берет, также холодный воздух охлаждается, загоняет его в бошки, тем самым охлаждает бошки, и они могут чуть-чуть дольше работать. То есть, там, к примеру, один к одному, там, полчаса поработал, там, полчаса постоял, да, что-то в этом духе. Но компрессор не может, вот этот компрессор, не может беспрерывно работать, он просто умрет. Вот этот компрессор может беспрерывно работать в течение длительного времени. Какое масло лить в компрессор? Такие вопросы тоже иногда звучат. Есть специальное компрессорное масло. Компрессорное масло купили и залили его в компрессор. Не надо туда лить 85В90, 5В40, 0В30 и так далее, трансмиссионку, еще что, что туда только люди не льют. У масла есть своя вязкость. У трансмиссионного масла вязкость, там, хрен пойми какая, и она должна туда заливаться. Нету, я в продаже не видел зимнего масла компрессорного, либо летнего масла компрессорного. Да, если у вас компрессор стоит на улице и в минус 30 вы его хотите запустить, поначалу он, первые пару оборотов, он это сделает туго. Но потом масло прогреется, и он у вас будет работать нормально. Если вы будете заливать туда моторное масло, там, 0В30, которое вязкости почти не имеет, оно у вас все будет, у вас в шланг выходить. Вы это сами все будете видеть. Ну, само собой, смазаться нормально ничего не будет, потому что не та вязкость, опять же. Поэтому для каждой вещи есть свои масла, например, для трущихся механизмов. Вы же в болгарку масло не льете, в пару трущуюся. Вы туда, ну, как минимум, шрус 4, да, то, что рассчитано на работу в температуре и на высокие скорости. А вообще, для всего есть свои. Свои смазочные материалы. Еще вопрос такого рода. Стоит ли таскать компрессор туда-сюда, когда мы красим? То, что он забирает на улице холодный воздух, это как бы ничего страшного. То есть, он больший объем сможет забрать себя за то же время и выдать в итоге на выходе. Там разница небольшая, но все же будет. Тут больший момент относится к тому, что как будет охлаждаться мотор и чем будет дышать сам компрессор, когда вам отдавать этот воздух. То есть, если у вас все в одном помещении находится, конечно, лучше вынести компрессор. Пусть он там охлаждается нормально и берет чистый воздух, который он вам будет отдавать, нежели он будет вместе с вами в одном помещении, поднимать вам пыль, гонять ее по кругу, все это дело пытаться прососать через свои фильтра и отдать вам якобы очищенный воздух. Поэтому стоит, конечно, таскать компрессор туда-сюда, с улицы в помещение, но лучше подумать о том, чтобы его вообще разместить отдельно. Либо же разместить его в подвальном помещении, подать ему чистый воздух для того, чтобы он его закачивал в баллон и каким-то образом подумать, чтобы ему подавался хотя бы чуть-чуть свежий воздух для своего же охлаждения. Потому что компрессор в закрытом помещении нагревает его очень быстро. Компрессор нагревается до реально высоких температур, когда они работают минут 10-15, не останавливаясь. Поэтому, как и любой технике, ему нужно дать хорошее охлаждение, хороший чистый воздух и вовремя поменять масло на правильное. Ну, пока что на этом все. Опять же, если есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Для меня нет как бы ничего сложного вам ответить. Да и люди спасибо отвечают, помогают. Поэтому спрашиваем, не стесняемся. Если я что-то забыл, я тоже человек, всего в голове не удержишь. Я к своим видео, в принципе, кроме того, что я приклеиваю кусок обоин или какой-то бумаги на стену, не готовлюсь никак. Я могу там информацию, которая мне была когда-то интересна, сесть посмотреть, допустим, о винтовом компрессоре. Я сегодня посмотрел просто, какие на рынке и почему они существуют. Вот так вот я, в принципе, подготовился. Ладно, всем спасибо за внимание. Всем удачи, хорошего настроения. Пока.